Два дня соревнований, две возрастные группы. Сначала квалификации, затем финал. Участниками фестиваля детского скалолазания в дисциплине болдеринг стали больше 200 юных спортсменов. Мы не ожидали, что приедет так много деток. И эти соревнования превратились из просто городских в областные. Даже к нам с Екатеринбурга приехали, с Тюмени детки, с Магнитогорска. Я думаю, это связано и с тем, что скалолазание включили в Олимпиаду летнюю в 2020 году в Токио. По словам опытных спортсменов, скалолазание дает возможность развить абсолютно все мышцы. Даже те, о существовании которых вы не догадывались. Что уж говорить о выносливости, координации и силе воли. Правда, без природных данных все же не обойтись. Тренер уже определяет сразу с первых тренировок, у кого есть природные данные, там ребенок лезет, и ему достаточно несколько слов сказать, и ребенок все понял и пролез. Есть детки, которым нужно учиться лазить. Скалолазанием Андрей занимается с пяти лет. Говорит, в этом виде спорта мышцы не самое главное, ведь свой путь к вершине надо продумывать стратегически. В некоторых трассах можно просто что-то или выкатить ногу, или выфрыгнуть. Почему не хочется посмотреть, куда на трассу идут? Потому что, если ты смотришь на трассы, ты можешь подготовиться и вылезти лучше. В финал соревнований вышли шесть мальчиков и шесть девочек. На то, чтобы пройти четыре трассы разной сложности, им давалось всего лишь четыре минуты. Анастасия Мельникова, Алексей Фединков, СТС, Челябинск.